Дмитрий Медведев, премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах, а на деньгах и элитной недвижимости. Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом мы покажем вам реальное имущество, принадлежащее Медведеву, и вы убедитесь, что это один из самых богатых людей страны и один из самых коррумпированных чиновников. И как вы вообще на это реагируете лично? Ну, знаете, кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Вот чего такого рода люди добиваются этими материалами? Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, они лучше всех остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры частные, которые за всем за этим стоят, они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата. Причем делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, значит, про, там, ну, если касается это меня, про моих знакомых людей, про людей, про которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал, там, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом, значит, создают вот такой продукт и предъявляют его. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно, а если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей. А политические цели совершенно очевидны. Вот даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит, значит, «вот все плохие, изберите меня президентом». Так, без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, и делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж этот, как известно, судимый. И в этом плане никаких иллюзий быть не должно. Но, тем не менее, через социальные сети молодежь вытаскивают. Эта молодежь выходит определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона. То есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину. А они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей. Я по-другому это охарактеризовать не могу. Что же касается моего персонального отношения к этому, но, знаете, у меня в целом нервы крепкие, иначе бы я не мог работать на тех должностях, на которых я работаю, и когда я президентом работал, и в правительстве, когда я работал. Если я каждый раз бы реагировал на подобного рода нападки, на подобного рода провокации, то у меня просто бы не хватило нормальную работу. Поэтому у меня позиция в этом смысле совершенно простая. Я продолжаю работать, делать свое дело. И это моя ответственность перед гражданами Российской Федерации. В известной степени да, потому что без такого иммунитета на такой работе почти нереально справиться. Провокации же, вы понимаете, это самое простое, что можно сделать. Но для этого есть опыт. Некоторые опыты у меня уже есть. Спасибо, да. Обычно я говорю держаться, но и вы мне тоже пожелали. Спасибо большое. Спасибо.